Которая зарегистрирована юридическими институциями Литвы, это International Institute of Political Sciences. Именно на английском языке так и зарегистрировано, потому что у нас есть 50% субъекты Литвы, а 50% субъекты других стран, в том числе Германия, Австрия, Норвегия, Эстония, Латвия, Белоруссия, Молдавия и Польша. Один из департаментов занимается вопросами экологической политики и политики охраны окружающей среды. Наша институция является также и членом сети академических и аналитических центров, которые принадлежат ОБСЕ. Такими мы стали два года тому назад. Кстати, из Латвии один институт такой же есть в этой сети. Мы пытались установить контакты с ним, но так как поменялось руководство, возглавлял этот институт бывший полковник и советник президента Латвии по вопросу национальной безопасности, но в данный момент, наверное, в командировке так и не получилось установить таких контактов. К вопросу о химическом оружии на Балтике я столкнулся ровно 12 лет тому назад, когда работал в портостроительной компании в Клайпеде Лукис. И к нам обратились норвежские специалисты для того, чтобы использовать более дешевую литовскую рабочую силу при подготовке причальных сооружений в одном из фердов. И так как, по их мнению, там тоже были химические... химией заполнены артиллерийские снаряды, которые затопили немцы, отступая из Норвегии. Когда мы начали вот этот процесс оформления, чтобы наши люди выиграли этот тендер, оказывается, никто в Литве таких сертификатов не имеет, никто в Прибалтике таких сертификатов не имеет. в Северной Европе такими видами работы могут заниматься только бельгийцы, норвежцы за очень большие деньги, и голландцы. Другие практически не очень хотят, потому что работа опасная, неясно, как это может завершиться. И мы в этом деле не участвовали. Хотя у нас две станции подготовленных высококлассных водолазов. Я знаю, что в Лепае тоже латыши готовят водолазов для подводных работ. И буквально три года тому назад, в декабре, проходила в Вильнюсе конференция глав государства по вопросам восточного сотрудничества. И на этой конференции участвовал, значит, господин Арнольд Порк. Я тоже там участвовал, но с ним тогда не был знаком, и мы как-то разменулись. Но после этой конференции я в интернете прочел его открытое письмо обращения канцлеру Германии, фрау Ангел Меркель. И вот по поводу химического оружия и понял, что это действительно проблема не региональная, это международная проблема, и она должна касаться не только стран вокруг Балтийского моря, но всей Европы. И когда я на очередном заседании вот этого нашего сети ОБСЕ об этой проблеме сказал, никто не возражал. Он сказал, конечно, надо заниматься, тем более вот вы представляете общественные структуры, открытые такие учреждения, вы должны совместно с журналистами, во-первых, и поднимать эти вопросы, а через поднятие таких вопросов и политиков, которые представляют ваши страны в международных институциях, таких как Европарламент, Европейская комиссия, ну, сделать эти вопросы рабочими вопросами для того, чтобы был сформулирован какой-то бюджет и начаты общие работы. Мы провели такую конференцию в прошлом, позапрошлом году, в мае, в Клайпеде. Участвовали представители шести стран. После этого буквально через две недели меня пригласили в Министерство иностранных дел, и там было практически закрытое заседание с той же повесткой дня, но участвовали уже чисто представители всех государственных институтов Литвы, которые отвечают за эти вопросы. То есть Министерство охраны окружающей среды, Министерство здравоохранения, разные агентуры. Ну, и там я понял, что действительно многое делается, но об этом не знает общество. Литва дважды выносила этот вопрос на заседание рабочих комиссий Организации объединенных наций, и это принималось во внимание. А потом как-то вот затихает, в какие-то откладываются ящики долгие, и неясно какими путями, но вопросы глушатся. Я думаю, что все-таки это влияние больших денег и больших интересов. Думаю, что то, что вице-адмирал сказал насчет суммы 3-5 миллиардов евро, это сумма гораздо большая. Это, наверное, только 30 судов. Есть. Я думаю, что больше. И я уверен, что сейчас крупные компании работают над этими вопросами. и проектные вопросы готовят, и технологические. Увы, мы в эти вопросы не включены. Я понимаю, что это не только, что вот на общественных началах. Правительства должны этим заниматься, и только кооперируя друг с другом. Мне пришлось тут пару лет тому назад возглавлять в Айпетскую моряходную школу, то есть там, где готовят моряков рядового состава, то есть рабочих. Те, которые должны выполнять. В море рабочих простых никто не направит. Они должны иметь определенную квалификацию матроса, или матроса-электрика, или матроса-моториста, или... Здесь очень хорошо, что Латвийская морская академия готовит бывших офицеров флота и береговых структур, то есть руководители операции. Но нужна подготовка, база для того, чтобы были исполнители конкретно этих работ. Рабочие руки. Как я сказал, водолазов практически никто и не готовит. А нам нужны не водолазы простые, которые могут там погрузиться в воду 10-12 метров. Нужны глубоководные. А сейчас технология костюмы гидра есть такие, что уже можно и до 100 метров и более. Но определенная подготовка и физическая, и психологическая, и технологическая для этого нужна. Одной Литве или одной Латвии или одной Эстонии это не осилить. Совместными усилиями это можно решить. Тем более, что такие рабочие, они будут еще долго востребованы на мировом рынке труда. Я вот посчитал, что если взять восточное побережье Балтийского моря, начиная от Эстонии, кончая Польшей, то мы основном предоставляем для Западной и Центральной Европы высококвалифицированные трудовые ресурсы. И тут мы можем подумать о том, что мы еще долго сможем это делать, потому что среднее образование, то есть гимназия-подготовка, на нашем регионе гораздо лучше, чем Западной Европе. Там только элитные школы так готовят, а у нас практически еще так готовят более половины учебных заведений. Если вот этот уровень не спустится, и мы будем заботиться о здоровье, физической подготовке подрастающих молодых, молодежи, ну тогда мы будем на должном уровне. И для этого, например, Латвийская морская академия, Высшая морская коллегия Клайпеды, я думаю, и Таллиннская, и Тарпанские учебные заведения именно имеют большие возможности для этой работы. В Клайпеде это такое отступление. У меня был конфликт местными властями, я хотел к школе присоединить бывший бассейн Динамо. А власти хотели это приватизировать. Но все-таки они победили, им удалось приватизировать, а школа не получила бассейн, потому что, конечно, эксплуатации содержания такого бассейна очень дорого. Но зато в планах уже начато проектирование и строительство большого плавательного бассейна на 50 метров шахтой для подготовки водолазов 9 метров глубины и 8 метров диаметра. Такой бассейн первый на восточном побережье Балтики. И учитывая то, что расстояние невелико, тут можно же какими-то общими усилиями вот и подумать, как, оборудованием оснастить такую шахту, что сделать, чтобы она стала бы учебным полигоном для подготовки не просто водолазов, а для и судостроителей, и судоремонтников, для прокладки каких-то дюкеров. Мы же все-таки индустриальная зона, а подводные сварочные работы, подводные ремонтные, строительные, монтажные работы, они будут иметь очень большую перспективу и в будущем. То есть Рижский технологический, технический университет и другие высшие учебные заведения, Латвия, Эстония, Литвы, имея в виду то, что после 2017 года будет снят гриф секретности, мы должны сейчас работать, думать, как не быть стороне в тот момент, когда если объявят, что деньги есть, давайте начинать работать, а мы опять кем будем или только помощниками или полноправными участниками больших, но слово можно использовать спасательных работ. Спасибо, вкратце так. Хозяева. Дополнить может ваши слова я хотел бы, что не так все плохо наверное со стороны правительства тоже было, потому что при вступлении Балтийских стран в НАТО именно аспект того, что Балтийское море заселено минами и снарядами был принят в учет, и поэтому ниша для развития военно-морских сил была выбрана как поиск и уничтожение мин. Если вы сейчас посмотрите на состав флотов, которые есть у наших стран, это не ракетные катера, не авиационные базы, корабли, эсминцы, а именно корабли предназначены для поиска и уничтожения мин. То есть это основной состав и основной фокус наших флотов, на что ориентируется государство. Да, и конвенционное оружие, которое было торпедо, мины, наши вооруженные силы, представители военно-морских флотов могут, но, к сожалению, офицеров с подготовкой химического опирается в деньги. Даже на уничтожение одной старой мины уходит как минимум от 10 до 30 тысяч евро на одну мину старую. Так что, спасибо за внимание. Спасибо за интересный совет. Окей. Спасибо за субтитры.